Вывод один, Эрдоган будет продолжать добиваться этого договора с Азербайджаном, но Армения, в общем, и идет по 80%, как сказал Пашинян, уже готова текста. Вот досогласовывают, дескать, остальное. Так что, в принципе, речь шла, конечно, об этом. Ну, Пашиняна, конечно, интересовал вопрос открытия границ, но вот про границы ничего не сказали в результате встречи. Так что, видимо, это еще не конец истории. Еще будут продолжаться обязательно эти переговоры, потому что Пашиняна требует изменения Конституции, чтобы про Карабах оттуда выбросили все. И даже герб, из которого надо убрать фейсмотизм. Так что это пока еще, в общем-то, идет процесс. У Эрдогана планы одни за Безурский капидор, который бы им позволил соединиться с остальным тюркским миром. Это главное. Это то, против чего как раз выступает Иран. Потому что Ирану эта бодяга не нужна. Иран даже свою территорию предложил провести через территорию Ирана железную дорогу вдоль границы. Там география это позволяет сделать. Дело в том, что они на нас тоже завязаны. Это и ЭСАК-КУЮ, и газовый хаб, и так далее. И поэтому инструментарий давления у нас тоже есть. Но я бы не сказал, что мы его активно используем. Но, тем не менее, есть у нас такой инструментарий. Давление на Турцию, на ее позицию. Тем более, без нас она нигде, собственно, справиться не может. Тем более, она сейчас захотела вступить в этот самый наш БРИК. Мы поддержали турок. И так, вроде бы, все нормально, но все не так просто. Турция получила неожиданную отметку за Карабах. Причем, отнюдь не оттуда, где это ожидалось. Индия выступила против приема Турции. Потому что Турция страна НАТО, то есть завязанная на блоке. Это, во-первых. Во-вторых, она союзник Пакистана. Что и показала вот эта 44-дневная война. А для Индии это принципиально уже. Логично, чтобы посредник был нейтральный, максимально нейтральный. Тогда речь о посредничестве может идти. Турция же целиком на стороне Азербайджана. И более того, это активный участник 44-дневной войны. Войны с Нагорным Карабахом. Это принципиально.